Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Начинаем программу «Разговор по делу». В студии я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Елена Сауслова, кандидат медицинских наук, научный руководитель компании «Афродита». Здравствуйте, Елена. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что приняли приглашение. Сегодня такой интересный будет у нас разговор. Непосредственно о профессиональной деятельности мы с вами поговорим чуть позже. Сейчас давайте затронем вот эту историю прошлой недели, когда у нас в городе состоялся, ну, может быть, и не очень там помпезно для широкой публики, но ни больше, ни меньше, как Международный конгресс, который вы организовали. Я смотрел состав участников, собственно говоря, на нем к нам съехалось сколько человек в город? Более 500. Более 500, и это прямо лучшие доктора Российской Федерации. Это лучшие спикеры, да, и это еще доктора из стран СНГ и зарубежья. Как бы им не было тяжело и трудно, они все-таки добрались до нашего города. Ну и, конечно, если честно, у них наш город вообще оставил неизгладимое впечатление. Они все влюбились в нашу старинную вятку. И прямо многие мне сказали большое спасибо, и мы хотим теперь жить у вас, в вашем городе. Слушайте, ну вот именно поэтому я хотел начать с этой темы, потому что знаю, как... Все 500 человек приехали, или это всего состав участников? Ну, более 500 на самом деле, да. Сколько приехали? Вот, ну, вы, наверное, представляете, сколько... Более 500 человек и приехало. То есть если только докторов было зарегистрировано, и вот был полный же кукольный театр у нас на мероприятии, то есть я знаю, что только докторов у нас было зарегистрировано 430 человек. Ну, плюс еще это были спикеры. Их было около 30 человек, профессора различные, прямо и академики, которые съехались сюда. Это были партнеры от каждого партнера, то есть партнеров было 33, и из них по 2-3 человека, то есть более 500. Слушайте, обалдеть. А это такая прям неплохая тренировка перед юбилеем города, потому что публика была взыскательная, обеспеченная, мягко говоря, это все-таки сфера, которая финансово достаточно устойчивая. Справился ли город? Город справился. Но город, я уверена, что его просто, простите, бомбило, потому что были заняты нашими гостями, были заняты все гостиницы, начиная с ведущих гостиниц, заканчивая небольшими гостиницами, апартаменты. Каждый день это были разные рестораны, каждый день гости у нас стали съезжаться за 2-3 дня, и стали сыпаться от них вопросы, а вот мы знаем, что вы меховая столица нашей страны, а где вот у вас тут магазины? То есть я прямо связывалась с владельцами, с руководителями меховых магазинов, и мы прямо писали им инструкции во всероссийские чаты, где у нас вот эти места, где у нас красивые и вкусные места, где у нас что можно посмотреть. Ну и, конечно, еще вся эта публика была организована нами на экскурсию по нашей старинной вятке, в музеи наши, и, естественно, на приветственный ужин, на гала-ужин, на прощальный ужин. То есть это все еще плюс они были организованы. Слушайте, Елена, ну вот это то, о чем мы всегда говорим, то, что такой вот организованный и деловой туризм, он, ну, на порядок с точки зрения эффективности, да, наверное, выше, чем неорганизованный туризм, когда самоприезжающий, потому что, ну, люди едут и, собственно говоря, практическую пользу приносить региону, да, с точки зрения компетенции, обмена, наверное, знаниями. Ну, и, я так понимаю, действительно, там, некоторые понедели почти, да, там, провели здесь, и оставили серьезные средства. Вот в чем, например, видели узкие места, да, то есть вы сказали, что вот все гостиницы заняли, да, там, а представьте, если два таких мероприятия одновременно проведем. Вот что бы порекомендовали, как принимающая сторона, да, вот у нас следующий год 650-летие, мы вообще позиционируем Киров как привлекательную территорию. Вчера на ВДНХ представляли регионы, приглашали всех к нам. Вот какие в процессе организации такие узкие места выявились, на которые надо обратить внимание? Ну, я всегда все говорю по-честному. Как есть. Поэтому, естественно, на этапе подготовки я поняла, что, да, мы немножечко не готовы к таким прямо мега масштабным мероприятиям, потому что мы, допустим, ограничены в площадке, во-первых, проведения. То есть вот если есть там определенное количество мест, там, 336 в кукольном театре, то как бы вот больше, чтобы было, то есть нужна площадка, где больше мест для визитеров. То есть мы были ограничены, у нас уже за две недели, допустим, закончились билеты. То есть мы больше не могли продать, то есть людей отправляли на онлайн-трансляцию. Приехало бы значительно больше, ну, как минимум на 50% больше бы приехало людей. Около полутысячи людей были в онлайн-трансляции даже из соседних регионов, которых мы просто сюда не смогли идти. Физически не смогли. Да. И оказывается, у нас нет такой большой площадки при гостиничном комплексе. Вот людям это все-таки не очень удобно. То есть мы организовывали автобусные рейсы, то есть транспортировку гостей от мероприятия до гала-ужина и так далее. То есть в больших городах у них есть большие площадки на 500 мест и на 600 мест. И прямо в гостиничном комплексе. Вот это. Ну и плюс, как выяснилось, что у нас и гостиницы, оказывается, не такие большие, они не резиновые. То есть мы реально вот их занимали по очередности, и потом мы уже людей расселяли в какие-то небольшие гостиницы. Вот, то есть оказывается, у нас и там номерной флотник. Ну, с другой стороны, видите, когда ездишь, я тоже бываю на мероприятиях, живешь в гостинице, мероприятие, здесь же иногда вот так съездишь в город, а из гостиницы ты и не выйдешь даже. Да. Из номера на площадку, а здесь и, как это, самопроизошедшие автобусные экскурсии получились и все остальное. Да, да. И это, конечно, здорово, что Кукольный театр у нас находится в центре, потому что там по улице Спаска очень много красивых у нас мест, замечательных. Гуляли гости. Гости оценили просто и говорят, что, конечно, и рестораны у нас с очень вот просто вкусной и необычной подачей кухни, и вот это все оценили и прямо удивлены были и ценам, и, конечно, в Вятку они теперь у нас влюблены. Слушайте, ну, мы каждый раз сталкиваемся, вот, любое мероприятие, когда проводим, гости, когда приезжают, во-первых, в первую очередь мы сталкиваемся с тем, что мы сами как-то не очень ценим то, что есть, а гости дают этому высокую оценку, а во-вторых, большинство уезжает с желанием повернуться еще раз и прямо вот восхищенные. Конечно, здесь есть эффект того, что до того, как приехать, вообще мало кто понимал, что такое Киров, где это и что от этого ожидать, правильно? Это правда, потому что мы во всероссийских чатах докторов, было даже у нас, что я снимала видео, где на карте находится Киров. У нас, оказывается, Киров еще не на всех картах указан, я так понимаю, потому что он был закрытый город, и прямо я показывала, потому что путали, путали, что это либо где-то на югах нашей страны, либо где-то там в Ленинградской области. Кировский завод, Калужская область. Да, в общем, прямо начинали с географии, изучение географии докторами. Слушайте, ну, вот так и происходит, так, собственно говоря, регионы позиционируются, с такими мероприятиями. И какую, ну, кроме восторженной оценки с точки зрения таких впечатлений, какую оценку самому Конгрессу дали участники, и какие перспективы дальше? Я так понимаю, он же так вот по регионам проводится, и нам повезло даже в какой-то части в этом смысле. Расскажите эту небольшую историю и будущее. Да, это Международный Конгресс, который был создан вообще профессором, академиком, лауреатом Нобелевской премии Бруно Люнненфельда. То есть это профессор из Америки, ну, он живет на несколько даже стран, я бы сказала. Это знаменитейший человек, который вообще, в принципе, из-за применения хоренических гонадотропинов в ЭКО. То есть вот эта вся история с ЭКО началась именно с него. И у него миссия, чтобы на Земле было рождено столько людей, сколько погибло во время Второй мировой войны. Плюс еще у него очень много различных научных открытий, которые дали вот толчок где-то рождению и качественному долголетию. Поэтому это, в принципе, уже 17-й Международный Конгресс, который посвящен вот медицине качественного долголетия, который объединяет врачей разных специальностей, но прежде всего врачей думающих, которые подходят персонализированно каждому своему пациенту и думают не только из вот органа или системы, которую он лечит, а именно подходит к своим пациентам целостно. То есть смотрит и оценивает состояние здоровья в целом, ну и, соответственно, тот орган, который они лечат. Значит, Конгресс всегда проходил за рубежом, но так как Бруно Люненфельд уже в таком очень зрелом возрасте, в этом году ему исполнилось 97 лет. То есть он своим примером показывает вот это долголетие? Да, да. Вы знаете, он в полном здравии, и он ввиду нашей ситуации не смог прилететь к нам в Россию, хотя он был изначально настроен прилететь, но не смог. Он читал онлайн-доклад, причем, опять же, опережая наше современное состояние медицины. То есть он уже читал о будущем, о информационных технологиях медицины, как это вот будет уже буквально завтра, послезавтра. Вот. И, значит, он 10 лет назад передал это в руки одной из лучших и активных своих учениц, профессору доктора наук Светлане Юрьевне Калинченко. Я думаю, что она на слуху, потому что это профессор-антокринолог, который возглавляет Д-движение докторов, и она прямо вот ведет... Д-движение, это вот думающие доктора. Думающие доктора, думающие доктора, которые назначают вот все эти базовые вообще, в принципе, восстановление базовых, восполнение базовых дефицитов организма. И организм, он на самом деле может тогда, если ему восполнить вот эти дефициты, он может справиться со многими проблемами сам, потому что ресурс наших организмов, он велик. Ему только нужно дать то, что у него почему-то стало не хватать. То, что мы сами у него и отобрали. Да. Вот, и он перетал 10 лет назад это в руки своей ученицы самой активной. Она стала проводить этот конгресс сначала в европейских странах, а потом она стала вообще-то как патриот своей страны. Почему бы не проводить это в Москве? Затем у нее родилась идея, а почему бы этот конгресс не был бы, не совмещать бы вот еще с таким туризмом, чтобы наши доктора вообще вырывались из своей вот этой рутинной, каждодневной работы и совмещали приятное с полезным, еще узнавали нашу Россию-матушку. И конгрессы проводили в Санкт-Петербурге, в Калининграде. И вот в этом году он должен был быть проведен в Казани. Но на врачебной школе на Алтае в июне месяце, куда мы приехали целой своей семьей, Светлана Юрьевна, вот опять же почувствовав вот эту душевность и вятки, она же к нам довольно регулярно сюда приезжает, мы организуем различные врачебные конференции, и она вот это почувствовав, окунувшись вот в эту семейственность, вот в эту душевность, она говорит, знаешь, я бы вот хотела провести конгресс не в Казани на самом деле, а вот почему бы не в Кирове? Ну, на что я сказала, Светлана Юрьевна, это ваше желание, если хотите, пожалуйста, я приму. Ну, и вот так вот у нас... Слушайте, обойти Казань, это, конечно... Мы смеялись, конечно, Казань брал, обошел. Обошел и вырвал вот этот вот флаг первенства. Слушайте, ну, я был и видел полный зал театра кукол, видел людей, действительно, приехавших со всей страны, и это, ну, уникальное для региона событие, нечасто такие происходят. Давайте немножко все-таки так мы говорим, отстранен смысл конгресса, да, там вот эти сложные названия, которые я даже повторить не смогу, но такой с общечеловеческой точки зрения, о чем идет там речь, то есть что обсуждается, для чего собираются доктора вместе? Этот конгресс был посвящен, возможно ли будущее без онкологии. На самом деле, очень животрепещущая тема, потому что мы знаем, что сейчас онкологии становится больше, онкология молодеет, очень много сейчас поражается людей, именно в молодом, таком активном возрасте, и, к сожалению, это даже не проходит мимо детей. Сейчас очень много онкологии в детском возрасте. Но это, конечно, все связано, на самом деле, с состоянием здоровья людей. И, конечно же, предупредить ее можно, онкологию предупредить можно, можно ее спрогнозировать рано, это один вид медицинской помощи. А можно сделать так, чтобы у человека контролировать, делать такой чек-ап здоровья, контролировать и вовремя восполнять необходимые, ну вот необходимые нужные элементы, микроэлементы, витамины, и тогда организм, у него будет правильно работать иммунная система, потому что, на самом деле, вот эта онкология, что это такое? Это атипичные клетки, которые у нас, у всех, ежеминутно, по сути дела, образуются в организме. И наша иммунная система вовремя это определяет и вычищает, то есть она нас спасает, она нас защищает от этого. Но при каких-то определенных обстоятельствах иммунная система может дать сбой. И вот здесь начинает развиваться, делиться вот это вот атипичные клетки и вырастает вот это вот зло, вот это вот онкология, да. И по идее вот Светлана Юрьевна, хедлайнер, научный хедлайнер нашего мероприятия, она сказала, что я, говорит, пожелала на самом деле, желаю всем дожить до своей онкологии. Это нормально на самом-то деле. Мы все до неё доживём, но главное, чтобы дожить до неё после 90 лет. Вот это наша главная, основная задача. И на самом деле, ну, организм – это очень взаимосвязанная, сложная система. И сбой может быть даже на уровне, допустим, ротовой полости, и уже неправильно пойдёт пищеварение. Сбой может начаться в любой, по сути дела, системе. И поэтому вот на этом конгрессе были объединены докладчики из разных специализаций медицины. Были и стоматологи, и гастроэнтерологи, и терапевты, и неврологи, и кардиологи. Естественно, эндокринологи были. То есть каждый со своей стороны, со своих аспектов разворачивал вот этот вопрос. А можно ли вообще жить без онкологии? И вы знаете, можно. Можно жить без онкологии. То есть ответили положительно. Да, ответили положительно. Не думаю, что есть универсальный ответ на этот вопрос для каждого. Он отдельный. А это что? Это частная медицина собирается? Или это какое-то внутреннее движение внутри самой медицины? Что это такое? Как это оформлено? Думающие доктора. А что, остальные не думающие? На самом деле думающие доктора – это те доктора, которые, вот да, подходят превентивно, то есть профилактически, персонализированно, которые думают и вовлекаются в каждого пациента индивидуально. Которые, естественно, увеличены душой. И как нам завещал Гиппократ, лечат и словом, и делом. То есть, да, это доктора, которые реально хотят помочь своим пациентам. И доктора, они на самом деле из государственной медицины, из частной медицины. То есть это из разных вообще, из разных клиник, из разных структур. Но их всех объединяет. То есть это доктора-единомышленники. Всех объединяет вот эта главная мысль, главная миссия, что медицина – это искусство. Искусство, которое приносит пользу людям и которое нужно творить с любовью. То есть с любовью к жизни прежде всего. Медицина – это искусство. Да, медицина – это искусство. Ну, давайте поговорим об этом. А то вот я как раз хотел задать вопрос, что такое медицина сейчас. Мы много слышим про высокотехнологичное оборудование, про аппараты МРТ, которые стоят неимоверных денег и вообще оборудование, которое стоит многие-многие десятки, сотни миллионов. Мы знаем о строительстве многих центров высокотехнологичной помощи. Такое ощущение возникает, что постепенно-постепенно все придет к тому, что, ну, собственно говоря, как на фабрике роботов будет происходить, там примерно, да, то есть пришел, сдал анализ, тебе там вырезали, что надо, вставили обратно там, да, новое. Вы говорите, что медицина – это искусство. То есть технологичность, которую мы изо всех сил развиваем, ну, что называется, несовместима с искусством, да, могут дополнять друг друга, но что-то должно быть первично. Так вот, Лена, что такое медицина сейчас тогда? Ну, конечно, мы живем в век информационных и вот всех этих новых технологий. Конечно, вот, кстати, доклад Бруна Люненфельда был посвящен именно этому, о том, что сейчас идет искусственный интеллект, и он действительно сейчас напирает обороты, и что уже завтра даже многих специальностей врачебных их просто не будет, потому что они будут не нужны, потому что, в принципе, все это с помощью искусственного интеллекта и диагностических аппаратов можно будет продиагностировать, своевременно правильно сделать вывод и, в принципе, уже даже применяя стандарты, помочь человеку. Но все-таки медицина, опять же, повторюсь, что это искусство, то есть все-таки без интеллекта человеческого никак тут не обойтись. То есть обязательно должен быть человек, должен быть доктор, который думает, который много знает, который прямо индивидуально анализирует все вот эти показатели от высокотехнологичных методов диагностики, все это сопоставляет и индивидуально вот под этого человека анализирует и делает вывод, а как же мы ведем данного пациента дальше. Поэтому все-таки это, да, это искусство все сопоставить, все проанализировать, пропустить через мозг, потому что, ну, ни одна машина, я думаю, не сравнится с вообще интеллектом человека. Ну, машина же вообще, вот искусственный интеллект, он построен о том, что он использует тот массив информации, который возник до него. Он же должен откуда-то возникать. Хорошо, Лена, а вот смотрите, тогда такой вопрос. Вообще, насколько изучено здоровье человека? Ну, вот так примерно, да, то есть, там, вот вы упомянули Гиппократа, тогда, ну, вот там, не знаю, знали там про здоровье там человека и про тело человека там на 5 процентов, условно говоря. Потом там многие годы считали, что кровопускание там лучший способ там надо вот всего вылечить. Вот сейчас, ну, вы как специалист, кандидат медицинских многок, вот можете какую-то оценку дать, что мы знаем про здоровье человека, ну, процентов 80, не знаю. Сколько? Вы знаете, я так уверена даже, что это некорректно мне будет так отвечать в процентах. Но я скажу только одно, что человеческий организм полностью, конечно же, не изучен. Это абсолютно нереально. Очень много делается о научных открытиях ежедневно. И причем это глобальное, серьезное открытие, которое прямо меняют тренды, меняют векторы развития. Поэтому еще мы далеки, далеки. И поэтому врачам нужно постоянно обучаться. Прямо постоянно, постоянно. То есть сейчас так не бывает, что обучился, получил диплом и, как говорится, сидишь и работаешь. Нет. То есть сейчас очень большой объем информации всесторонние мы должны прямо пропускать через свой мозг. И чтобы это правильно применить, потому что самое главное не ошибиться. Есть такая возможность у врачей? Есть. Считается ведь, что давайте сейчас будем с вами говорить не о частных государствах, а в принципе о медицине в целом. То есть у нас считается, что достаточно высокая нагрузка на врачей, кадров сейчас не хватает. Что скажете с этим? Что делать? Нет, конечно, есть. Даже, вы знаете, государственная система, она даже предусматривает о том, чтобы было непрерывное медицинское образование. Все доктора сейчас просто даже, да, это очень хорошо. То есть даже само государство нам эти условия создаёт. И то есть такого сейчас не будет, что если кто-то не хочет обучаться, то есть он всё равно будет вынужден обучаться, если он захочет оставаться в этой профессии. Но самое главное, это, конечно же, желание, чтобы у доктора было желание развиваться, чтобы был интерес к своей профессии, интерес вот приносить пользу людям. Да, такая любовь. Любовь к жизни, любовь к медицине, любовь к людям. А вот давайте поговорим о теме, которую затрагивает практически каждый мой гость, потому что эта тема касается его родного дела и так или иначе с ним сопряжена, только если он сам чем-то исключительно один не занимается. Это кадры. Это те подрастающие поколения, которые приходят, те, кто сейчас работает, стало уже достаточно таким расхожим мнением, то что современная молодёжь, отцы и дети, это всегда отличается. Но вот современная молодёжь, у неё другие ценности, у неё другое отношение, она совершенно по-другому смотрит на работу и на свою ответственность. Вот знаю, что вы тоже преподаванием занимаетесь, да, и есть у вас много коммуникаций. А вообще те, кто сейчас приходят в медицинские институты и будут нас потом лечить или сейчас выпускаются, им доверять-то можно? Они ответственные. Лечить будут хорошо? Да. Вы знаете, кадры — это на самом деле действительно везде больной вопрос любой отрасли, особенно сейчас, потому что заходят люди, которые вот были в этом демографической спаде. Да, и я вижу, как действительно меняется мышление людей, вот которым сейчас... Может, они ценности у них другие. Да, ценности, да. И вот это как в песнях поётся про деньги. Вот, к сожалению, очень много этого. Но те, кто приходят в нашу компанию работать, мы стараемся их немножечко повлиять на их сознание. И, как говорится, что не всё измеряется деньгами. То есть на самом деле должно быть вот эта человечность, душевность, забота о людях, доброжелательность. То есть мы вот это вот через ценности нашей компании транслируем. Но хочется сказать, что вот у нас Светлана Юрьевна, с Леонидом Олеговичем, то есть хедлайнеры вот научной программы Конгресса, тоже думают о молодёжи. И в субботу в рамках Конгресса они прочитали на базе нашей Кировского государственного медицинского университета лекцию для аспирантов и ординаторов как раз вот о том, что сейчас есть медицина, что нужно думать, что нужно вот проверять, контролировать здоровье наших пациентов, где и как мы можем повлиять уже заблаговременно, превентивно, то есть профилактически сделать так, чтобы у человека не возникли эти болезни, о том, что сейчас у нас очень широко используются исследования генетики человеческого здоровья, то есть генетику смотрим сейчас, чтобы был у нас именно индивидуальный подход в лечении и коррекции каких-либо там патологических состояний. То есть вот как раз они тоже ратуют за то, чтобы взращивать вот этих вот думающих докторов, докторов, которые всё-таки с душой относятся, а не про деньги. Ну и я хочу сказать, что я видела вот глаза сидящих на лекции, то есть меня прямо порадовало, что у большинства глаза загорелись, то есть они нашли вот этот вот отклик, им было интересно, они слушали с интересом, они задавали потом очень много вопросов, то есть вот лично моя альма-матер, то есть я прямо ей горжусь, потому что выпускается много докторов, и я видела, что это прямо доктораты думающие, ищущие, которым можно доверять своё здоровье. Ну а вообще вот коротко, сейчас как ситуация на рынке, вот вы знаете, и в медицинстве, и в государственной медицине, и в частной, то есть есть нехватка кадров? Есть. Есть? Есть, к сожалению, да, есть нехватка кадров, честно скажу, да, но кто ищет, тот всегда найдёт. То есть... А перспективы, ну вы как оцениваете, будет лучше? Конечно, мы всегда должны верить в лучшее, обязательно, обязательно. Я помню, мы с супругом заканчивали медакадемию на тот момент, это был ещё только конец 90-х, начало 2000-х, и медицина была тогда, ну честно скажу, вообще в плачевном состоянии. Лена, мы сейчас прервёмся на небольшую паузу, сделаем рекламную паузу, вернёмся и расскажем вот эту историю, поностальгируем и вспомним. Это программа «Разговор по делу», не переключайтесь, через несколько минут вернёмся. Возвращаемся в студию программы «Разговор по делу», веду я, Андрей Усенко, у меня в гостях Елена Суслова, кандидат медицинских наук, научный руководитель компания «Афродита». Про мужа, про Игоря и про студенческие годы. Да, про студенческие годы. Прервались, давайте вернёмся, Игорю привет передавайте большой, а может и слушает Игорь тебе привет. Что там было в студенческие годы? Мы заканчивали в начале 2000-х годов, и когда мы поступали в медакадемию, казалось, что очень долго учиться, и мы видели, что как-то всё так меняется, рушит. Там же шесть лет, да? Там шесть лет плюс ещё два года ординатуры, то есть восемь лет это было. И мы понимали, что ситуация не улучшается, нам казалось так ещё долго до выпуска, пока мы учимся, всё поменяется вообще. Но пока мы учились, не очень всё поменялось, и когда мы вышли... Лучше не стало. Да, мы ещё и решили заниматься научной деятельностью. Но в итоге мы всегда верили, что всё будет хорошо, и в итоге ведь оно это хорошо-то настало. Действительно, мы ведь сейчас живём, медицина, она развивается, развивается семимильными шагами, и государственная, и частная, и вот эти вот высокие технологии, то есть реально, ну сегодня можно реально легко держать руку на пульсе и помочь человеку, то есть сейчас, по сути дела, очень мало неизлечимых заболеваний. Ну, я абсолютно с вами соглашусь, если объективно смотреть на ситуацию, то там путь, который за 30 лет страна прошла, да, и мы хорошо помним эти 90-е, это вот молодёжь как раз современная, она не очень помнит, как это было, и ей кажется, что всё это было так всегда. Мы хорошо помним, и то, что серьёзнейшие изменения произошли, которые в других странах многие десятилетия занимают, это действительно так. А вот смотрите, медицина, сфера, с одной стороны, очень такая консервативная, да, одна из, наверное, древнейших наук, что называется, а с другой стороны, ну вот очень модерновая, да, всё время там изменения какие-то. А кто всё-таки несёт ответственность за здоровье человека? Вот сам человек, вот ты должен там мониторить всё, или врач? Вот как ответить на этот вопрос? Более правильно, так скажем. Я бы сказала, что это, во-первых, командная работа, то есть на самом деле и пациент, и врач несут ответственность, но очень большая доля ответственности лежит прежде всего на пациенте, потому что вот у нас эта холистическая медицина, вот эта целостная медицина, её ещё называют медицина 7-П. То есть 7 критериев, которые начинаются с буквы П. Это вот превентивная, предиктивная, позитивная обязательно, что нужно всегда верить в лучшее. И одна из П, это как раз пациента вовлечённая. Если пациент не будет вовлечён, если он не будет прислушиваться к рекомендациям доктора, которые иногда начинаются вообще с рекомендаций по образу жизни, по питанию, по, вот, допустим, принятию воды, вот мы с вами оба тут сидим с водой. Я без, честно скажу, да. А надо? Ну, надо, надо. Я вот перед вами с водой. Каждые 15-10 минут мы принимаем определённый объём воды, потому что вода нужна, чтобы защелачивать организм. Вот. И да. То есть вот если прислушиваться и выполнять эти рекомендации, то на самом деле действительно ведь можно очень хорошо помогать и держать свой уровень здоровья на очень хорошем качестве. А качественное здоровье – это залог успеха, это залог качественной жизни. Ведь если у человека хорошее здоровье, у него будет энергия, у него будут горящие глаза, улыбка, он будет доброжелательный, у него будет много энергии для совершения великих дел в этой жизни. И вообще интерес к жизни будет. Слушайте, Лена, а вот это же, ну, такая дилемма получается, да. Это как компьютерщик в компании, да. То есть если, как это, в компании всё хорошо, то компьютерщик вроде как не нужен. Но как только его увольняешь, сразу становится всё плохо и что-то идёт не так. Так и врач получается. То есть пока у тебя всё хорошо, к врачам ходить не надо, они не нужны. А тогда врачи, которые учат тебя вот правильному отношению к жизни, ты же, получается, они тебе не нужны будут, если у тебя всё хорошо. Так это же замечательно. А как же вы? Врачей сейчас становится всё меньше и меньше. Да, вот так мы ответим на вопрос, что делать с ним с дефицитом кадров. Ну, на самом деле, да. То есть я считаю, что вот и он, как бы есть такое даже кредо, если к тебе пациент приходит и определённый период он с тобой приходит, к тебе ты ему восстанавливаешь вот это вот состояние здоровья на должный уровень, и он к тебе потом приходит вот с целью профилактики, там определённо назначены уже отсроченные периоды, так это же значит, результат твоей работы и вовлечённости пациента это здорово на самом деле. Ну, вот я не могу при этом не спросить, наверняка вам этот вопрос уже задавали, но мне важно, как вы сами на него ответите. Но при этом есть частная медицина, собственно говоря, являющаяся бизнесом. Бизнес вообще построен на постоянных клиентах обычно бывает. И, конечно, бытует мнение такое, что вот как бы, да, врачу же надо, чтобы мы побольше раз к нему ходили и оплачивали счета. Вот как вы внутри? Я не говорю там про высокие материи, но будучи, с одной стороны, кандидатом медицинских наук, пропагандирующим вот такое вот отношение к медицине. С другой стороны, вы менеджер, топ-менеджер, там, собственной компании, управляющей. Вот как внутри вы для себя формулируете отношение к этой ситуации? Вот интересный вопрос. Я не буду скрывать, что, конечно, я же управленец и закончила когда-то президентскую программу подготовки управленческих кадров, и меня научили смотреть на эти экономические показатели, и все вот эти вот валовые обороты, прибыли, все эти доходы и расходы, все эти средние чеки и возвраты. Все это мне знакомо. Налоги, зарплаты, все остальное. Это же должно работать. И на все эти показатели я, конечно же, смотрю. Но прежде всего врач, и мы подбираем себе вот в команду таких докторов, которые прежде всего думают как врач. То есть он прежде всего думает о пациенте по-честному, о выздоровлении пациента, о пользе пациенту, а не за деньги. Нет. То есть деньги у врача, не должны быть деньги на первом месте, иначе у него уходит вот эта вот, ну как бы поцелованность что ли богом, то есть от него уходит вот это вот искусство-то как раз медицины. Он не сможет помогать. Поэтому когда врач становится на рельсы за деньги, это уже не врач. Недолго. Я считаю, что надо, да. Это недолго, люди чувствуют, они не пойдут, сам бог прекратит поток к этому врачу. И, конечно, нет. То есть это категорически нельзя. Хорошо. Буквально блиц такой у нас две минуты остается. Вообще Киров с точки зрения медицинской карты России известное место? Да, известное. У нас действительно очень много думающих докторов, у нас много хорошей диагностической способности. Я вам даже честно скажу, у меня есть такие эпизоды, когда пациенты из Москвы приезжали и лечились в наших стационарах, например, в онкостационаре. И я гордилась нашими докторами, потому что они реально работали в команде очень профессионально и помогали людям в очень сложных ситуациях. И люди живут, живут благодаря нашим кировским докторам. А бывает, ко мне отпрощаются доктора со всей России за помощью, и наши доктора всегда откликаются. То есть если у кого-то родственники в Кирове попали куда-то, всегда помогают, всегда. Поэтому горжусь, что я живу в Кирове. И в сообществе наших докторов. Прекрасная фраза. Что хотелось бы? Вот что бы добавить еще нашему региону, нашей медицине Кировской? Что хочется? Вы знаете, у нас регион очень душевный, если гости отметили это. То есть у нас много всего. Мы живем в регионе с историей. Я люблю нашу вятку. И поэтому просто берегите себя и будьте счастливы. Лена, на этом замечательном пожелании будем заканчивать. Мы не успели поговорить ни про вашу компанию, ни про замечательную семью. Успели поговорить только про большое мероприятие и про ваше отношение к делу. Но об этом, собственно говоря, и был мой разговор с вами по делу. Спасибо большое, что приняли участие. Успехов вам и удачи. Очень верю, что еще один конгресс сможете организовать в Кирове и не один. Поэтому так держать. Это была программа «Разговор по делу». Вел ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях была Елена Суслова, научный руководитель компании «Афродит». Спасибо. Да, спасибо вам и желаю всем качественного долголетия.